Как у нас сложилась практика сегодняшней работы, отреагирую, постараюсь на некоторые большие замечания. Да, интернет. Вы сказали о том, что заблокировано много ресурсов. Вы знаете, конечно, нужно посмотреть на технологию исполнения этих законов. Давайте посмотрим. Но вы сами сказали, и я думаю, что подавляющее большинство присутствующих здесь согласится, воровать – грех. Мы понимаем, что то, что происходит, или то, что происходило, ну, это просто воровство. И вы упомянули о том, что благоприобретателем является Голливуд, но если ничего не делать, то благоприобретателем тоже является Голливуд. Ведь это же мы не сами придумали. В течение нескольких лет наши творческие коллективы и отдельные представители различных видов искусств, обращаясь к нам с настоятельными просьбами, сделать что-то, что обеспечило бы их интерес. Иначе, как они нам говорили, вообще всё встанет, мы перестанем писать, перестанем снимать. Ну, просто, ну, вы же знаете, мне даже неохота тратить время на это. Но не успели они отснять фильм, он уже в интернете и бесплатно скачивается. И в сетях ведь пишут прямо, можете скачать бесплатно. Ну, бесплатно, что такое бесплатно? Значит, всё на халяву. А те, кто затратил деньги, предполагают, что выпустить в прокат, скажем, какой-то фильм, уже ясно, всё, они уже прогорели, уже и не соберут в прокате ничего. То же самое касается музыкальных произведений и так далее, и так далее. Совершенно очевидно, что это должны быть такие технологии, которые не позволяют злоупотреблять вот этим правом на защиту интеллектуальной собственности. Давайте посмотрим с удовольствием. Я должен признаться, там вот так, чтобы совсем в детали я там не вникал, я готов вникнуть и посмотреть, потому что это действительно очень важная вещь. Здесь и интеллектуальные права надо обеспечить, и не перестараться, чтобы не убить интернет. Это что касается вот этого антипиратского закона, там и некоторых других составляющих. Да, Вы сказали, что это оружие, неуправляемое оружие. Ну, я с Вами согласен, во-первых, в том, что это оружие, но не согласен в том, что неуправляемое. Оно как раз управляется и достаточно эффективно. И, как правило, ресурсы находятся не у нас. Ресурсы управления. Вот серверы, когда там стоят, мы это видели. Люди, которые занимаются правами человека и так далее. Но мы, я Вас уверен, поверьте мне, мы видели, как это управляется. Вот в ходе избирательных кампаний, вот мы знаем, что наши коллеги там такого кандидата поддерживают, такого нет. Стоит появиться что-то в интернете в отношении кандидата, который им не нравится. Тук, сразу всё стирает. Опять вбрасывает, тук, опять убирает, тук, убирают. Очень управляется. Вот у нас всё больше и больше набирает обороты. Это, правда, не интернет, это телевидение набирает всё больше и больше оборота Russia Today, наш телеканал, который вещает на заграницу на различных языках. Вот сейчас, когда пошла дискуссия по Сирии, позиции наших оппонентов очень слабые, если говорить по-честному, очень слабые. Они никакие. Они ведут дело к агрессии и всё. И объяснений, и оправдания нет, кроме того, что сирийская армия применила химическое оружие. Но они вынесли вердикт о том, что она применила оружие ещё до того, как закончили работу инспектора ООН. Ну, это вообще ни в какие ворота не лезет. Они говорят, что неэффективно или не работает совсем Совет Безопасности ООН. Но Совет Безопасности создавался не для того, чтобы штамповать решения, выгодные одной стороне, и обслуживать политические интересы одного из участников этого процесса. И тогда вот действительно надо закрывать ООН. Она ни к чему, эта организация. Ну, это глобальные такие вещи. Но во всем случае это очень управляется. Нам, в принципе, нужно думать о том, чтобы сделать интернет действительно независимым, по-настоящему. Конечно, это в значительной степени независимее, чем что-то другое. Но управление есть. Давайте вернёмся к этим законам и посмотрим обязательно, я вам обещаю. Теперь по поводу Сноуду несколько раз всплывал вопрос. Вы сказали, что потребовалось мужество, трудно было принять решение. Ну, спасибо вам большое за такие оценки. Но никакого мужества здесь не надо, и ничего не было сложного в принятии этого решения. Я вчера сказал об этом. В общем, Россия – это суверенное государство, по-другому и быть не могло в данной ситуации. Я вчера говорил уже нашим и иностранному журналисту, могу и вам повторить. Здесь, видимо, это как-то выйдет. Секрета нет. Снова он пришёл к нам в консульство в Гонконге и предложил нам совместно работать. Причём не как шпион, он ничего не передавал. Он предложил нам вместе бороться за права человека, за право распространения информации, за пресечение незаконной деятельности администрации, спецслужб США. Мы ему сказали, я передал, чтобы ему сказали, если он хочет остаться в России и чувствовать себя защищённым, пусть остаётся. Мы бороться вместе с ним не будем. Это должны делать правозащитные организации, вот вы здесь все сидящие. Но российское государство этим заниматься не будет, потому что у государства есть свои государственные интересы, мы не хотим разрушать отношения с Соединёнными Штатами. Если он хочет остаться, пускай здесь живёт, спокойно себя чувствует, но мы просим его ничем не заниматься подобным. И его ответ – нет, меня это не устраивает, я должен продолжить борьбу. Я говорю, ну пусть он тогда идёт и продолжает. Значит, вот оказалось, что через несколько дней или недель он оказался в самолёте и летит через нас куда-то в Латинскую Америку. Но как здесь не вспомнить Задорного, который рассказывает про американцев, всякие небылицы. Вместо того, чтобы его пропустить от нас туда, куда он и летел, и поступить так же по-хамски, как они поступили с самолётом президента Боливии, посадили бы его, вытащили, и всё, и всё. Они всех перепугали до смерти, и все нам позвонили, сказали, только не пускайте её к нам. И он застрял у нас в аэропорту. Вот результат. Ну и что с ним делать теперь? Значит, действительно пытались наши партнёры там поддавливать, отдайте. Ну, слушайте, мы бы, может, и отдали бы, если бы у нас было соглашение. Мы же им предложили заключить соглашение о выдаче. Несколько раз предлагали, они отказались. Мы просим, отдайте нам бандитов, которые у вас там сидят, которые замешаны в преступлениях, причём в кровавых преступлениях против личности, замешаны в похищениях людей, в торговле людьми. Нет. Они на нашей территории, забудьте. Вот это прямой ответ. Они на нашей территории, забудьте о них. Ну ладно. Теперь снова вот он у нас оказался, который, слава богу, никого не убил. Он преступник, отдайте. А мы не знаем, преступник или нет. Он на нашей территории преступления не совершал. Есть практика международных отношений, которая требует взаимного уважения друг к другу. И такие вопросы решаются на основе взаимности. Откуда такой снобизм у них? Так что ничего здесь сложного не было. По-другому мы поступить просто не могли. И мы прямо так коллегам нашим сказали. Не надо на этом настаивать. Не надо. Давайте будем заключать соглашение, работать как партнёры и коллеги. Будем делать это. Что он там дальше будет делать, это мы не знаем. Это его выбор, это его судьба. Он сам её себе нарисовал. Если по-честному, я вот так иногда думаю об этом. Он молодой парень такой. Сам выбрал свою судьбу. Что он будет дальше делать? Как он будет жить? Честно говоря, мне даже трудно определиться, куда он денется. Что у нас здесь всю жизнь будет сидеть или чего? Ну, ты понимаете, вот он такой вот он человек. Он решил, что он должен быть на острие борьбы. По поводу защиты прав наших соотечественников за рубежом. Ну, конечно, мы в последние годы, в общем, и так стараемся организовать эту работу. И МИД сориентирован, другие наши структуры, которые так или иначе сотрудничают, работают за рубежом. Наверное, этого недостаточно. Если наши правозащитные организации сориентируются соответствующим образом, ну, конечно, мы всячески поддержим. По поводу представления к наградам государственным ветеранам, ну, действительно, общий порядок такой, что мы делаем то, что Панкин сказал. Исходили из того, что сейчас оценивать то, что было там 70 лет назад, сейчас вот нам оценивать, ну, как-то не очень корректно. Но, тем не менее, я вам обещаю, мы вернёмся, посмотрим обязательно. Ну, и, наконец, по поводу возможной поездки наших правозащитников в Сирию. Значит, я не могу вам этого запретить, но я это не поддерживаю. Это опасно. Это не прогулка. И дело даже не в американских ракетах и бомбах, что тоже действует малоизбирательно, и могут быть и промахи, и попадания не туда, куда надо, не туда, куда они хотят. Но те, кому противостоит армия, регулярная армия Сирии, они очень разные люди там, понимаете? Это действительно подразделения. Не все там такие, но костяк боевой, костяк – это подразделения Аль-Каиды. Они абсолютно неуправляемые и очень жестокие люди. Ну, вот наши же журналисты там бывали, видели всё своими глазами. Я вас прошу этого не делать, не ездить туда. Не могу запретить, но не поддерживаю. А в заключение хотел бы сказать, что вот сегодняшний наш разговор, дискуссия меня ещё раз убедили в том, что работа, которой вы занимаетесь, и очень многие из вас занимаются этим действительно по зову сердца, она в высшей степени востребована, крайне нужна. Без вашей помощи и поддержки нам вряд ли удастся понять даже, не то что эффективно отреагировать, а даже понять, узнать о проблемах, с которыми люди сталкиваются. Я очень рассчитываю на нашу совместную дальнейшую плодотворную работу. Большое спасибо. 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 Спасибо.